Фантастика Это и волшебство, и наука Весело, шумно, бестолково Для кого-то понедельник начинается в субботу А для кого-то вся жизнь То ли сплошной понедельник То ли сплошная суббота То ли вечный праздник То ли вечная работа Аркадий Борис Тругацкий Понедельник начинается в субботу Читает Ирина Сгинева Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно И я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями Потому что сюда, в 12 часов новогодней ночи, прорвавшись сквозь пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца и начинать с изного какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя в водку, играть в фанты, бессмысленно дрыгать ногами или заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было интереснее друг с другом, чем порость. Люди, которые терпеть не могли всякого рода воскресенье, потому что воскресенье им было скучно. Маги, люди с большой буквы, и их девизом было «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания. Могли превращать воду в вино, могли накормить пятью хлебами тысячу человек. Но это было не главное. Не поэтому они были магами. Это была шелуха внешняя. Они были магами, потому что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество. И они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался в первую очередь проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни. Но даже среди них никто толком не знал, что же такое счастье и в чем именно смысл человеческой жизни. И тогда они приняли рабочую гипотезу, согласно которой счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других. Когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалеко от истины, потому что точно так же, как труд превратил обезьяну в человека, так же и отсутствие труда превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. В обычной жизни мы не всегда замечаем это. Тунеядец, лентяй, развратник, грилист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривают вполне членораздельно. В институте же регресс скрыть было очень трудно. Институт предоставлял все возможности для превращения человека в мага, но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику хоть на час предаться эгоистическим и инстинктивным действиям и мыслям, как пушок на его ушах становился гуще. Это было предупреждение. Дальше все зависело от него. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями. Натурный человек, переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям. И тогда у него сохраняются шансы. Браво!